Всем привет! С вами Идяк. В сегодняшнем видео, как вы поняли из названия, мы будем делать часы. Будем делать своими руками. Идем в интернет, ищем любую картинку, затем пишем в поиске слово циферблат, и все это с помощью фотошопа наносим на картинку. Затем идем в компьютерный клуб и просто это все дело распечатываем. Вот стеклышко такое, возьмем для основы. Вот я сверлил 4 отверстия. Кто не видел, как просверлить стекло, можете поискать в прошлых видео. И собственно сам механизм. Сам механизм я заказывал в Китае, уже не первый раз я брал именно у этого продавца. Сам механизм очень тихий, и уже несколько лет у меня часы на стенке висят, идут. В отличие от тех, что если купить в магазине, бывают уже через месяц, они не идут. Заказал я три комплекта. Для сегодняшнего видео нам понадобится естественно только один. Ссылочку на этот механизм я оставлю в описании под видео. Стрелочки вот такие с нанесением фосфора, то есть светятся в темноте. Ну и сам механизм. Ну батареечку придется приобрести в ближайшем магазине. Ну что, давайте приступим к сборке. Вырезал я подложку из-под старого шифонера. Вот такая вот фанерка, ровно по размеру этого рисунка. Теперь его буду клеить. Хотел резиновым клеем приклеить, но у меня его не оказалось. Есть только ПВА. Поэтому хочу наклеить ПВА. Не знаю, может его поведет, будет он гармошкой. Но хочу все прижать, должно получиться. Наносим клей ПВА. И равномерно все размазываем. Затем кладем фотографию. Ух ты, как хватается. И хочу все прижать, чтобы равномерно не было волн. Кладу стекло. И затем груз такой. Груз у меня килограмма 4, наверное, весит этот грузик. Так, чтобы стекло не раскололось. Ну и пусть все сохнет. Я думаю, пару часов будет достаточно. Все равномерно прижмется. И должно быть все отлично. В общем, ждем, пока высохнет. Все, я думаю, уже клей высох. Убираем груз. Прекрасно, ничего волной не пошло. Теперь нужно найти нам центр, чтобы просверлить отверстие под стрелки. Вот берем лист А4. Он того же размера, что и наша картинка. Складываем так пополам. И так пополам. Соответственно, находим центр. Прикладываем. И ставим меточку. Все, теперь здесь я просверлю отверстие. И еще 4 отверстия нужно подсверлить под стекло. Тоже кладем стеклышко. Выставляем, чтобы все было ровненько. И можно отметить маркером. После того, как все отметили, теперь просто просверливаем 5 отверстий. Одно в центре и 4 по бокам. Здесь я буду сверлить на 6. А здесь ровно на диаметр, который мне нужно. Тут, по-моему, 7 миллиметров. И приступим к сборке часов. Так, закрепил я этот самый часовой механизм на задней стенке. Но пришлось закрепить двумя саморезами. Так как стандартная резьба, которая прикручивается гаечкой, не вышла за пределы толщины этой фанерки. Надо было ее чуть-чуть тоньше брать на пару миллиметров. Но я это не учел. Поэтому пришлось закрепить сзади двумя саморезами. Так, сами стрелки идут в таком боксе, чтобы не помялись. Сейчас я замеряю высоту, на которую будет подниматься стекло. Самая верхняя точка – это секундная стрелка. Так, 12 миллиметров. Ну, если я думаю, подниму на 15 миллиметров, то будет нормально. Вот есть у меня вот такие вот втулочки. Это я сделал с пластиковых бутылок, точнее, с крышечек. Как плавить пластиковые крышки, я показывал в одном из своих видео. Можете перейти, посмотреть на канале. В общем, сейчас я их сделаю высотой 15 миллиметров. Отшлифую, выровняю плоскость. И буду устанавливать сюда. И снизу, естественно, будут у меня болты. Потом ложится стекло. И сверху вот такая вот заглушка, которая закрутится на этот болт. Это я тоже вмонтировал туда гаечку. И получился вот такой типа барашек. Так, ставим все стрелочки на свое место. Начинаем с часовой. Она идет первая. Минутная стрелочка. Очень плотненько зашла. И, соответственно, секундная. Проверим механизм, вращая колесико. Видите, стрелочка уперлась. Значит, нужно чуть-чуть подровнять. Все, если стрелки не цепляют друг друга, можно приступать к сборке стекла. Заводим болт снизу. Вставляем прослойку. Ну и так все с четырьмя болтами. И ставим стеклышко. Чуть-чуть болтик не заходит. Сейчас я его чуть-чуть обточу резьбу и вставлю. Так, все, я собрал. Теперь осталось только вставить элемент питания. Батарейка здесь 3А формат. И видим, что часики пошли. Очень тихо работают, как я и говорил. Теперь сейчас я их повешу на их штатное место. И посмотрим, что получилось. В общем, вот такие часики у меня получились. Если вам понравились эти часики, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал. С вами был Редяк. Всем пока!